Доброе утро! Последний эфир этого года, прямой эфир. Есть о чем поговорить мы на самом деле. Ведь свойство нашей памяти в том, что помним, как правило, то, что было недавно. Вот все события последних двух, трех, четырех месяцев автомобильной жизни. Пытаюсь вспомнить, что было у нас в течение этого года. Иногда даже ужасаешься. Думаешь, неужели этого мы наворотили всего за какой-то, может быть, инвай, февраль, март. Давно-давно забытый. На самом деле, да, мы были очень результативны в нашей автомобильной жизни. Законодатель нам не давал покоя. У нас были события в автопроме. Причем, конечно, все это перемежалось с теми событиями, которые были и за рубежом, поскольку мировой автопром тоже не давал скучать. Если одной строкой, то, наверное, часов на 15 прямого эфира это получится. Начну вперемешку сразу обо всем по датам, по тем знаменательным событиям, которые у нас были. И программа будет, наверное, сегодня весь день называться «Итоги уходящего года», что, тем не менее, не лишает вас возможности позвонить по телефону 65 10 99 6. Вы можете обращаться и, заходя на сайт, несколько вопросов здесь уже есть, тоже достаточно интересных. С удовольствием буду на них отвечать. У нас есть еще и смс-портал 5533. Начиная с буквы «Я», дальше пробел, после чего уже, соответственно, все ваши вопросы. Вот мы с вами не помним об этом. А с чего началось 1 января 2012 года? Вот грянул высокосный год. Хотя астрологи высокосность полагают 21 марта, тем не менее, мы, как обыватели, склонны считать, что прям 1 января он и наступил. То есть наши неприятности, по идее, связанные не только с жизнью в нашей стране, но и с высокосностью выпавшего на нашу судьбу года, начались 1 января. 1 января у нас вступили в действие поправки к закону о государственном техническом осмотре. Мы лишились удовольствия предъявлять медицинскую справку, нас избавили от этой необходимости. Мы, наконец-то, признаны были поголовьем здоровых водителей. Мы начали ездить по всей стране и проходить ТО, не обязательно у себя на Камчатке, с 25 регионом, например, или там 21 из теплых краев, по всей стране. Вот приехал ты в Москву на этой машине и, пожалуйста, проходи техосмотр непосредственно там, где живешь. Но законодатель у нас тем и хорош, что у него не хватает мозгов охватить проблематику всю целиком и сразу. Поэтому к закону о гостехосмотре возвращались еще многократно. Если вы помните, то 13 июля Дума еще разок зашла подумать по этому поводу и разрешила уже автомобильным дилерам официальным по разным брендам заниматься проведением техосмотра. Да, поправки эти вступили в законную силу не так давно. 10 января 2012 года. Господи, как же это было давно. На автовазе сменили директора по качеству. По сей упору сильно подозреваю, что, это мое оценочное мнение, то, что на автовазе называется качеством, это туфта. И смешно то, что заниматься туфтой позвали Фофана. Раньше был Паскаль Фильтен, а теперь Лоран Фофана. Это очень приятный, очень достойный человек, который жизнь свою положил на Рено. И высочайшие стандарты качества Рено попытаются привить автовазу. Рено это одна из самых плохих фирм Европы. Она, как правило, с Фиатом борется за последнее место по качеству. Поэтому здесь абсолютно искренняя и честная игра. На автовазе качество такого недосягаемого критически низкого уровня, что даже Реношные поделки, и то это высочайшая вершина эволюции. То есть, находясь на отметке, наверное, так минус 100 этаж, мы пытаемся подпрыгнуть до минус 50, на котором находится качество Рено. Ну, это неплохая задача, и топ-менеджеры по этому поводу могут растопырив пальчики сказать, перед нами стоит амбициозная задача, из подвала на четвереньках выползти в цокольный этаж. Они ползут, и в туфте им помогает Фофан. Это очень неплохое сочетание одного с другим. Кстати, ситуация с качеством автоваза в течение года радовала нас несколько раз. Может быть, время хватит, об этом остановлюсь более подробно. Но в среднем раз в три месяца выходила без этого пресс-релиз о том, что, например, программа LADA качества снизила количество обращений взволнованных клиентов. Дальше идет какая-нибудь сумасшедшая цифра. Как правило, эквивалентная трём. Ну, русский стандарт. Бог троицу любит, на троих сесть, выпить, покурить и так далее. Поэтому на автовазе все тоже как-то было троекратно. В три раза сократилось или в три раза улучшилось что-то. Этот рефрен года, он нас не оставлял в покое в течение всего периода. Я думаю, что не оставит, поскольку раз есть директор по качеству, значит, он должен отчитываться о проделанной работе. Ну, какая работа? Мы с вами видим, вот у меня сосед купил Гранту. Ездит он на ней мало. В основном, почему-то гаечными ключами гремит. Видимо, как раз это и есть тот самый уровень качества, который они пытались достичь. 28 января 2012 года мы пропустили эту дату. В кабинетной тишине тихонечко, аккуратненько началось строительство дороги. У нас дорогой для автомобилей далеко не вся страна связана. Есть регионы, куда не то что Макар телят не гонял. Даже на вертолете не особо доберешься, только этапными конвоями. Дорога по маршруту Колыма-Анадырь, он же Анадырь. Срок строительства 30 лет. И поскольку у нас вот везде сейчас инновации, нанотехнологии, амбициозные задачи и обязательно компетенция. Что такое компетенция в данном случае, я не очень понимаю. Это, видимо, какая-то такая достаточно болтающаяся во все стороны штука, которую мы пытаемся как-то тоже махнуть сильно. У меня невольно в подсознании возникает ассоциация с попыткой околачивания груш. Вот как раз компетенция для этого подходит очень. И мы, тряхнув свои компетенции, начиная в 21 веке строить дорогу по безлюдному, но тем не менее, все-таки слегка обитаемому краю, собираемся эту дорогу построить. Там счет небольшой, всего несколько триллионов. Мы эту дорогу будем строить грунтовой. Мы в 21 веке, тряхнув свои компетенции, на ближайшие 30 лет закладываем возможность построить себе новую дорогу. Она будет олицетворять уровень нашего прогресса, развития и способности жить в своей собственной стране. Именно поэтому дорога будет грунтовкой. Грунтовка в одну сторону, грунтовка в другую сторону. Потому что повезло американцам. У них Аляска. На Аляске же там тепло. Там и грунты хорошие, и климатическая ситуация великолепная. И стройматериалы кто-то американцам подкинул какие-то очень странные, морозоустойчивые. Поэтому у них с дорогами все несколько лучше. Они научились строить в условиях своей ласковой, нежной, теплой, вечной мерзлоты хорошие прочные дороги. И ездить по ним нам сложнее. У нас очень суровый климат. Мы будем рубиться сквозь неласковую вечную мерзлоту. И поэтому дорожку мы будем делать грунтовой. Проще говоря, мы будем выкидывать самосвалами бюджет в тундру. И называть это дорогой. 10 января, 28 января дата началась строительство. Ну, пока на стадии документации. Все это утверждено, и оно неотвратимо уже началось. В январе очень интересная случилась разборка. ФАС проснулся. ФАС это такой тявкающий, но ни на что не способный орган, занимающийся тем, что иногда выходит на сцену и говорит, знаете, не могу больше терпеть, должен вам признаться. Есть у нас проблемы. И в январе как раз ФАС обнаружил очень интересную ситуацию, благодаря которой мы все с вами оказались заложниками. У ФАСа не хватило мозгов обобщить ее до такого уровня, но, по крайней мере, он попал точно в болевую точку. Обратите внимание на ценообразование. Мы живем в нашей стране и покупаем автомобили по очень высоким ценам. Нам обычно говорят, ну, что вы хотите, это же бюджетная иномарка. И мы какой-нибудь Солярис, неплохой Солярис, покупаем за 600 тысяч, при том, что базарная цена, наверное, 1300. У нас очень странная ценообразование, у нас очень дорогие услуги, очень дорогой сервис. У нас в целом очень дорогой автомобиль, получается, при любом раскладе. Спасибо Рено тем, что у них все-таки первая цифра в ценничке, это трешечка, 345 тысяч, 355 тысяч. Тоже немало. И тем не менее, Реношка, замечательная машина, за эти деньги. Во всем остальном, суть разборки, на которую наткнулся ФАС. Дилеры у нас не являются партнерами представительства, они не являются друзьями бренда. Они являются, ну, где-то, наверное, на уровне зэка в концлагере, а надзирателем, старшим по бараку выступает представительство, которое диктует в одностороннем порядке правила игры. И за счет этого дилер не в состоянии четко, например, спрогнозировать свои инвестиции, он вынужден играть под чужим правилом, он получает массу обременений. Когда ему диктуют и говорят, знаешь что, вот ты хочешь быть дилером, ты обязан построить шоу-рум, ты должен его построить в соответствии со стандартами нашего бренда. Это должен быть дворец со стекла и бетоном, площадью, например, 5000 квадратных метров, по некоторым брендам 10 тысяч квадратных метров. Если ты этого не сделаешь, мы не подпишем с тобой дилерический контракт. В Европе такого нет. Мы с вами видели, вот те, кто бывал в Европе, я думаю, что довольно значительная часть нашей аудитории там была, мы видели, нету там дворцов. Там BMW торгуют из евровагона, там Mercedes это евросарай, в котором два человека и три машины, и все, дворца нету. А у нашего, у русского дилера, у него иначе не будет дилерического контракта. Причем этот контракт в одностороннем порядке может быть всегда прерван, в одностороннем порядке ты можешь быть наказан за несоблюдение стандартов. И получается, ты потратил там 30 миллионов евро в то, чтобы построить дворец. Ты вложился в этот всерьез по полной программе. А тебе пришли и сказали, значит что, а мы у тебя отберем дилерский контракт, потому что у тебя урна при входе не сертифицированного цвета. И все. ФАС увидел, что вот эта неправильная игра в одни ворота, она заложникам делает в итоге потребителя, поскольку дилер перекладывает свою головную боль на кого? На нас с вами. Именно из-за этого мы имеем такое чудовищное несправедливое ценообразование. Ну, о том, что мы сами при этом, конечно, подыгрываем чудовищным ценам, поскольку сосед-то не купил, а я-то. Ну, я уж так и быть, и нам марочку-то себе крутую. Сейчас я Солярис-то за поллимончика возьму. Тем самым за поллимончика мы берем и потакаем этой игре против нас. Мы не можем солидаризироваться, у нас никогда такого не бывало, поэтому мы всегда будем заложниками ситуации, но Фасу спасибо за то, что он шел-шел и во тьме лбом стукнулся об эту проблему. Звону было много, толку никакого. Сейчас мы прервемся на новости, потом я продолжу зачитывать «Веселый некролог уходящего года». Продолжаю подводить итоги уходящего 2019 года. Тем не менее, телефон студии 6510-996. СМС-ки, если хотите, 5533, буковка «Я». Дальше идет пробел, после чего ваши вопросы и советы, а также комментарии. Так вот, что еще произошло в году уходящем, буквально на днях заканчивающемся. Мы, опять-таки, этого тоже не заметили. Была очень интересная разборка. Volkswagen рвался к малазийскому Proton. Он рвался несколько лет подряд. Proton уворачивался. Proton – это очень серьезное, очень достойное предприятие. Мы мало что знаем о нем. Ну, так получилось, что на нашем рынке, к сожалению, у дистрибьютора не сложилось, хотя ребята очень толковые за него взялись. Volkswagen пришел и напрямую сказал «Proton, я тебя куплю». Ему сказали «Пшел нафиг». Он пришел еще раз через пару лет и сказал «Ну, Протоша, ну, пожалуйста, ну, я же таки тебя уже куплю». Proton сказал «Excuse me, go to nafig, please». После чего Volkswagen организовал специальный инвестиционный фонд, свой собственный, а этот инвестиционный фонд купил-таки 43% акций Proton. И теперь будет на одном из самых современных предприятий региона со временем выпускаться Volkswagen. Это очень правильный стратегический ход. Mitsubishi в феврале ушла из Европы. Они объявили о закрытии завода Netcar, который они в итоге, в Голландии, они его продали за 1 евро. Там они выпускали Mitsubishi Outlander XL и делали свою малолитражку «Кольт». К сожалению, вот именно эта линейка уходит. У Mitsubishi большие проблемы. Очень жалко, поскольку при прочих равных условиях машины были интересны. Мы остаемся последним спасательным кругом для Mitsubishi, и они, может быть, за счет нас выживут. Кстати, примечательно, даже сами японцы это название произносят через «Ш». Они говорят «Mitsubishi». Ну, мы вот привыкли немножко сюсюкать с этой маркой. Хотя Toshiba у нас через «Ш», а Mitsubishi у нас через «S». 15 февраля было принято решение впервые с 2008 года выплатить премии членам правления АвтоВАЗа на общую сумму 22 миллиона рублей. Ребята заработали. 24 февраля начался у нас легкий истерический шум по поводу того, что считать роскошью. Сколько лошадиных сил? Депутаты сказали «200 лошадиных сил». Потом сказали «Ой, мама, это что, мы тогда будем платить? 250 лошадиных сил». Нет, минуточку, опять мы будем платить. Потом сказали «Роскошь – это когда машина имеет мощность 410 лошадиных сил». 411. Давайте так, с 411 тысяч. У нас с вами есть легкое ощущение, что этот закон принят. Ничего подобного. Минфин должен был внести свои поправки. Тем самым, дорегулировав этот закон до наличия здравого смысла, ничего подобного не произошло. Срок подачи 1 декабря. 1 декабря мы прожили спокойно. Закона о роскоши нет. Как бы там Путин на трибуне не колокотал по этому поводу, все. Переложено, может быть, на следующую пятилетку. 27 марта состоялось расширенное заседание коллегии Минтранса. И Минтранс рассказывал об итогах. О том, как замечательно Минтранс поработал в нашей стране. О том, как они пытались парализовать движение в нашей стране. Потому что Минтранс – это как раз та структура, которая вводит ограничения на движение грузового транспорта. Весной по нашей стране ездить нельзя, потому что у нас, знаете ли, асфальт от воды размок. Зимой желательно не ездить, потому что можем разбить, можем в конце концов просто улететь, что и произошло на трассе М-10. То есть не надо было ездить. Минтранс предупреждал, не надо ездить по нашим дорогам. Летом по нашим дорогам ездить нельзя, если температура выше, чем плюс 32, потому что грузовики могут последний отклупнуть асфальтик с дороги. И вот Минтранс в целом боролся с водителями, запрещая грузовикам ездить по стране. Зачитываю результат. Произошел рост транспортной подвижности населения, благодаря их усилиям. А также все это вместе имело устойчивую динамику и снижение транспортных издержек. То есть как вот эта подрывная деятельность, пытающаяся прекратить экономический обмен между регионами на уровне автотранспорта, привела к тому, что все стало дешевле и люди поехали быстрее, знает только Минтранс. Я по сей пору не знаю, как им это удалось. С апреля все-таки Минтранс и силами Росавтодора запретил ездить у нас весной грузовикам по стране. Они этим занимаются каждый год. Как-нибудь при случае я вам расскажу, как это реализуется за пределами Московской крыльцевой дороги. Минтранс не очень в курсе, как это происходит за пределами МКАДа. 28 марта, без объявления войны, внезапно у нас с вами ожил завод ЗИЛ. И Сбербанк примчался, высунув язык, и сказал, хотим дать денег. Московская мэрия сказала, о, кстати, мы тоже хотим дать денег. А давайте мы там что-нибудь будем производить. А что мы там будем производить? А давайте денег сначала получим, а потом будем разбираться с тем, что мы будем там производить. Хотели грузовики Хёнде, примчался ФИАТ, выпучив глазки. ФИАТ сказал, о, здесь, кстати, дают, кажется, деньги. У нас их нет, но мы тоже хотим. ФИАТ послали сразу. А потом на обломках вот этой вот самой дискуссии, если вы помните, уже под занавес года, возникла чудовищная коллизия под названием ЗИЛ для президента. А не пора ли нам наше первое лицо туда-сюда катать, не на Мерседесе для царя банановой республики, а на нашем достойном ЗИЛе. Финансирование есть, грузовиков, легковых машин и какого бы то ни было смысленного производства носилия нет. А членовоза для президента не будет и подавно. Тем более, что шестой цех ЗИЛа вместе с Горчаковым разгромлен и частично эвакуирован в Нижний Новгород. То есть, по-любому, это будет не ЗИЛ, как бы мы его ни назвали. 17 апреля Ижевский завод, занимающийся производством товаров для уничтожения людей, в первую очередь автоматом Калашникова, прекратил выпуск еще одного средства для умершвления людей под названием ВАЗ-2107. Мы избавились от заднеприводных жигулей. Нам в тот момент даже показалось, что навсегда. На самом деле, не навсегда, поскольку семерочку с производства сняли, а четверочку оставили. Четверочку с производства сняли пару месяцев тому назад. Но 2012 год – это год окончания производства заднеприводных автомобилей, которые ошибочно в нашей стране называются классикой. Иллюзия ведь вот в чем. Игра слов. У машины ничего классического нет. У жигулей классического нету ничего, кроме хронических болезней. У нее задний привод. А задний привод принято называть классическим. Именно поэтому машина называется классика. И у части неподготовленного морального населения есть иллюзия, будто в жигулях что-то классическое. Нет, просто схема заднего привода. 19 апреля мы об этом тоже не помним. У нас есть такой генерал. Это генерал Виктор Кирьянов. Он на самом деле в своих кулуарных кругах и так потихонечку на прессе называется генерал Нах. Нах, потому что самое частое слово, самое частое междометие, которое он произносит, это как раз Нах. Его несколько лет учили не произносить этого в камеру. Если вы посмотрите раннее выступление генерала Кирьянова на людях, то он не может сдержаться, поэтому он через каждые два слова произносит, вплоть до того, что общаясь с президентами. Президенты за то время сменились пару раз, а генерал, руководящий ГАИ страны, был все тот же. И он, тем не менее, вот именно так и излагал свою не очень литературную мысль. Его все за глаза, некоторые даже в глаза так называют. Так вот, Кирьянов съездил на Генеральную Ассамблею ООН и предложил России возглавить мировую борьбу за безопасность на дорогах. И поскольку это только мы с вами не знаем, сколько же в нашей стране погибает на дорогах, и считаем будто там 28-29 тысяч, по оценкам независимых экспертов, в год на дорогах нашей страны в результате ДТП погибает порядка 100 тысяч человек. Говорить об этом запрещено. И мы с вами официально об этом не знаем. Это все клеветнические измышления, это все мировая закулиса, это все вранье. А за рубежом почему-то знают. Поэтому, когда Кирьянов полез на трибуну и осчастливил людей непереводимым русским междометием, заодно предложив России возглавить международную борьбу за безопасность, мир тихо изумился. Ну вот так не бывает, чтобы страна, имеющая чудовищную совершенно смертность на дорогах, так нагло лезла, рассказывает другим, как надо бороться с безопасностью на дорогах. Они-то в курсе, а мы-то нет. А генерал Нахт тоже не в курсе, что они в курсе. Поэтому полез. Было любопытно, но мы об этом уже достаточно быстро забыли. 27.04. АвтоВАЗ третий раз за всю свою жизнь провел массовую отзывную кампанию. Из-за этого следует, что АвтоВАЗ выпускает самые надежные в мире автомобили. Потому что все остальные-то отзывают, ну, посмотрите на Тойоту, но отзыв на отзыве. Посмотрите на BMW, посмотрите на Audi. У них с утра до ночи идет борьба за клиента. Они отзывают машины, они пытаются что-то устранить. АвтоВАЗ за 42 года это сделал всего лишь третий раз на нашем веку, в 2012 году. Аплодисменты взяли. Правительство Москвы в мае начало обсуждать концепцию развития до 2025 года транспортной доктрины. И мы тоже уже это забыли. Дискуссия волнообразно прыгнула вверх, цунами не получилось. Все забыли. А ведь там написан приговор. Приговор нам, москвичам, нам, москалям клятым. Всякие добрые, хорошие топ-менеджеры из Тюмени, из Смоленска, из других городов и весей транспортно насыщенных пришли к выводу, что и клятым москалям тоже нужно все-таки жить лучше и жить веселее. Поэтому в транспортной доктрине было сказано, во-первых, о том, что митрополитен может быть, наконец, акционирован. Знаешь, как в Японии. Одна ветка принадлежит, например, Виксельбергу, а вторая, например, Олег Первого. И ты с ветки Виксельберга на ветку Олег Первого, когда переходишь, платишь за это дополнительный налог. Ну, почему бы и нет? Ведь от этого же станет лучше. Ведь от этого же метро сразу станет ходить лучше. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в другом. Нужно, в доктрине написано, приучить людей к постепенному введению, цитирую, чувствительного платного режима движения транспорта в городе. Чувствительного платного движения. И под эту доктрину, в том числе, вынашивается замысел платных улиц. Вот выезжаешь на Ленинский проспект, а там стоит такой вот зеленый человек, что говорит, слышь, командир, не, ну тут платный, не, ну ты что, ну тут же заплатить. А, извини, мигалушка, ну мне, ну, конечно, езжай. Ну как, Дворкович ехал по линии, выделенной для автобусов, и даже в ДТП попал. Не попал бы в ДТП, никто бы не знал. А так выяснилось, что и нарушает, а тут еще такой наглый козел какой-то вперся, и долбанул неприкасаемого. Ах, как некрасиво. Потом в Твиттере были извинения. Ну да, давайте, оштрафуйте меня за то, что мой водитель ехал по выделенке. А тут еще и платно будет. Любопытная коллизия. Москалей клятых нас, в общем, топчут всерьез и надолго. 10 мая в Статах на дорогу вышла машина, официально получившая номера, которую управлял не автомобиль, не человек, а этой машиной управляет Google. И эта машина теперь получает номера и допущена к движению. Человек там прилагается, в качестве оператора, сидит в багажнике, весь в памперсах, обложенный аэрбэгами. Страшно аж жуть. Тем не менее, едет. Любопытная подоплека, что за этим стоит, как-нибудь при случае расскажу. Потому что все-таки это затея Пентагона, в основе этой идеи, затея Пентагона, сделать машину, которая в атаку идет сама и ориентируется по целям и по дороге, понимая, куда ей ехать, чтобы люди не погибали. Это очень хорошая военная тема. 15 мая до Медведева дошло, что пару лет тому назад он что-то не то подписал. Это вот тот самый знаменитый закон о 0,3 промилле, когда Медведев Лысакову сказал, я не собираюсь упираться, пусть мне только все объяснят. Мы Медведеву, когда он был президентом, объясняли несколько лет о том, что такое 0,3 промилле, о том, что такое конвенция международная о безопасности движения, о том, что мы обязаны ввести 0,3 промилле в свое законодательство. Медведев не понял. Кстати, кто-то считает, что он юрист. Возможно, он юрист, но какой-то очень странный, поскольку не понимает базовых основ законодательства. И вот, подписав уже, он попросил, чтобы ему объяснили. Объясняем по сей пору, не понимает. Перерыв на новости, потом я вернусь с радостными итогами уходящего автомобильного года. Итоговые итоги подытоживаем. Автомобильная жизнь нашей страны, а также всего мира за 2012 год. Телефон, да, буду брать. Звонки в студию есть. 65 10 9 9 и 6. На сайте тоже потихонечку приходят вопросы. Ну, такого нормального, человеческого прикладного свойства. А что купить? А вот есть у меня миллион. Помогите им грамотно распорядиться. Ну и так далее. Я очень люблю эти вопросы. Они, по большому счету, составляют основную суть всех наших автомобильных разговоров. И тем не менее, 21 мая мы с вами всей страной и автомобилисты, и пехота, и бабушки с дедушками, мы все с вами избавились от товарища Нургалиева. Когда несколько лет тому назад был у меня эпизод с одним гаишником, я у него спросил на дороге. Мне в Москве. Я говорю, скажите, а вы не боитесь вот то, что вы творите, это же, в принципе, уголовка. На что он мне сказал, знаешь, говорит, командир, пока у нас Нургалиев, мне ничего не страшно. Я многократно слышал от гаишников вот именно эту сентенцию по поводу того, что, ну, пока у нас Нургалиев, мы с вами можем делать все, что угодно. Колокольцев нельзя сказать, что это лекарство от всех болезней. Человек, выученник этой системы, но, по крайней мере, в отличие от Нургалиева, он все-таки милиционер. Он формировался как милиционер, он прошел все периоды становления в служебную лестницу. Он много интересного затевает. К сожалению, конечно, до ГАИ у него руки не доходят. То, что происходит у нас на дорогах, не говорит о каких бы то ни было изменениях. Нам приходится по-прежнему бороться. Каждому из нас по-прежнему приходится возвращать инспектора полиции в правовое русло. Это трудно. Ну, кстати, мы тоже не сгибаемся, мы тоже продолжаем этим заниматься. Тем не менее, избавление от Нургалиева это благо для всей страны, потому что худшего министра внутренних дел за нынешний отрезок времени, знаете, про товарища Берию не буду говорить, то есть до худшего на нашем веку не было, надеюсь, что уже и не будет. 24 мая товарищ Артемьев, это тот самый, который из фас, фас, тяф, тяф, он сказал, а, знаете, а у нас бензин вообще-то стоит недорого. И начал сравнивать нас с Европой и говорить, ну, не, ну, вы гляньте, ну, в Европе-то как? А вот, например, в Норвегии, нет, вы знаете, почем литр бензина в Норвегии? А мы же всей страной не знаем, почем литр бензина в Норвегии, на всякий случай боимся, а вдруг там действительно дорого, и тогда у нас ведь так, знаете, я даже позволю себе чисто экономический термин, у нас цена бензина это такой ништяк, что даже как-то неудобно перед Норвегами. На самом деле, там он стоит 95-75 рублей на наши деньги. Вопрос вот в чем. На свою среднюю зарплату житель, даже не Москвы, потому что Москва не самый богатый город, не надо, житель нашей страны может себе позволить 700 литров топлива, а Норвег может 3 тонны, 3 тысячи литров купить. Вот этих самых 75-рублевых. Поэтому ФАС, который сказал Артемьев, это человек, я так понимаю, с... не с луны, ну что вы, облачко как-то парил на землю, тюкнулся нечаянно, сказал и отскочил обратно на облако. И с тех пор мы его не слышим. Он по поводу ценный бензин больше ничего не говорит. Но, видимо, в Норвегии подорожало. Может быть, подешевело, не знаю. 11 июля Мосгордума начала натиск на водителей и началось обсуждение и угроза о том, что мы сделаем вам платный асфальт, о том, что мы будем вас сторожить и охранять, отселение, кстати, силовое ведомство, оно будет взимать штрафы, что незаконно, потому что штрафы в нашей стране может взимать очень узкий перечень лиц, описанных в кодексе об административных правонарушениях. Коллизия здесь любопытна была вот в чем. Попытка взимать за московские дороги деньги за кусочек справа возле бордюра. Это попытка взимать деньги за дороги федерального значения. И прокуратура по этому поводу аккуратненько носиком так взяла и потыкала московских законодателей и сказала, вообще-то это незаконно. А так получилось удивительно, что через месяц прокуратура заткнулась и с тех пор уже молчит. То есть это было незаконным, а почему-то теперь уже законно. И насколько законно, мы знаем, ну 50 рублей в час абсолютно законно с любого куска земли. Причем, ведь мы с вами заметили, разгородили центр. Потому что что? Потому что в центре работает вся Москва? Потому что там самая большая напряженность транспорта? Ничего подобного. Центр у нас далеко не самый транспортно напряженный. У нас напряженные немножко другие участки и территории, в том числе с пересечением валютных магистралей с кольцами, но вот там почему-то ничего платного пока не произошло. Простите меня за эту подсказку. Я подозреваю, что оно скоро в результате станет платным. 13 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении сразу поправки в закон о техосмотре. И вот как раз с этого момента официальные дилеры получили право уже наши машины у себя оглядывать, обнюхивать и обслушивать. Потому что, конечно, о каком бы то ни было серьезном техосмотре, к счастью, речи нет. Есть страны, живущие без техосмотра и почему-то по сей пору ездят себе и ездят и не убьются. Причем, среди тех стран, которые без техосмотра ездят не только высоко развитая Америка, но и наша братская родная Украина. В Украине мы с вами помним Жигулей много и все они ездят без техосмотра и Шайтан такси у них тоже есть и тоже они все ездят без техосмотра и так и не убились они. То есть выяснилось, что к безопасности дорожного движения наличие талончика о гостехосмотре отношения не имеет. Но у нашей Думы по этому поводу другое мнение. Все-таки большие финансовые потоки. Жалко братву бабла лишать. Поэтому техосмотр остается. Переспределение финансовых потоков происходит. В июне, летом, мы имели два интересных события. Во-первых, мы чуть не поссорились с Вьетнамом. Кто б знал, что с Вьетнамом мы можем поссориться. Мы ультимативно пригрозили им, что будем там выпускать несуществующий ее мобиль. Ее мобиль вьетнамской сборки. Я даже не знаю, какое приличное идиоматическое выражение, не похожее на надпись на заборе, в данном случае в качестве рецензии уместно было бы упомянуть. Вьетнамцев жалко, к счастью, ее мобили не существует, и поэтому Вьетнам на нас войной не пошел, поскольку это единственный вариант активной самообороны, просто взять и начать с нами хоть как-то конфликтовать, иначе же возьмем и построим завод. Тогда же летом во Владивостоке смыло кусочек дороги. У них сами Туатес строили, строили, наконец построили, потом во Владивостоке не досмотрел губернатор, допустил дождь, дорогу смыла, прокуратура неделю бегала, как ошпаренная, говорила, мы сейчас тут, мы тут сейчас как найдем вина, ну как мы тут сейчас, нет, вы знаете, что, мы тут сейчас как найдем виноватых, ой, как мы во Владивостоке найдем вина, видимо нашли, судя по тому, что молчат, видимо нашли, наверное, даже с финансовыми потоками, опять-таки. На 1 июля Автостад порадовал легковых автомобилей в нашей стране 36 миллионов, еще есть грузовики, автобусы, а также есть неучтенка Автостад, ну, к счастью, не ГАИ, поэтому он может себе называть любую цифру. 4 июля кортеж Медведева устроил ДТП на Камчатке. Если помните, девушка ехала на правовом крузаке, в нее влепилась машина из эскорта, тут же на нее был серьезный наезд и фраза, облетевшая не столько средства массовой информации, сколько интернет. Если бы у этой суки не было все записано, мы бы ей устроили 37-й год, сказали опричники из эскорта товарища Медведева. Нургалиева нет, Колокольцев это всего лишь навсего МВД. В общем, все в порядке у нас с силовиками. Они знают, как с этим народом, о чем и по какому поводу можно поговорить. Девушка получила компенсацию через несколько месяцев, большую, чем ей, в общем-то, страховая компания готова была предложить. Тем более, что за этот неустроенный 37-й год расплатились мы с вами, поскольку ФСБшники и ФСОшники пользуются общей кормушкой государственным бюджетом. Из госбюджета, к счастью, ей заплатили. Она по этому поводу была действительно искренне в восторге. Она сказала, спасибо, что не убили, а то, что еще денег заплатили. Вот видите, это о пользе видеорегистраторов. У нас, кстати, здесь уже на сайте есть вопрос по поводу видеорегистраторов. Это была проба пера. Депутаты попытались посмотреть, как будут реагировать в обществе. У нас все-таки общество существует на запрет видеорегистраторов. Напрямую, если вы помните эту статью про видеорегистраторы, ни слова не было, там речь шла о том, что загораживает человеку обзор. А о том, что именно загораживает обзор, будет решать милиционер. Очень коррупционно емкая была затея. Не состоялась, надеюсь, и не состоится. Кстати, лобовичок ГТО, который пока еще до 2014 года не только на формате А4, но и маленькая карточка стандартная, он тоже на лобовом стекле, поэтому возможно, что при подобной редакции полицаи уже с будущего года могли бы штрафовать любого водителя за то, что он на лобовом стекле возит с собой талон на прохождении государственного техосмотра. Коллизия была бы чрезвычайно пикантная. 5 июля закрылся мост во Владивостоке. 2 июля его Медведев открыл, он как раз гастролировал по этому региону, назвать несчастных людей, в машины которых они втыкались на своих автобусах, он открывал дороги, закрывал дороги, или не так, он дороги открывал, а потом их закрывали. Это как раз связано с саммитом ОТЭС, там мостик он открыл, проехался по нему, мостик закрыли, через пару дней Владивостокская ГАИ выступила с результатами проверки и сообщила, знаете, на самом деле там такого понастроили, что этим нельзя пользоваться. Утром ГАИ Владивостока об этом заявила, вечером оно отказалось от всего. Он сказал, не, не, пожалуйста, пожалуйста, ездите. Очень хорошо. И мост нормально закрыли, потому что там нужно было асфальтировать, и все подъезды, разъезды замечательно получились. И вообще, знаете что? Мы этого не говорили. Вот там вот на сайте, нет, это не мы. Что, ГАИ Владивостока? Кто вам сказал, что мы ГАИ Владивостока? Это не мы ГАИ Владивостока, это другое ГАИ Владивостока. И вообще, у нас тут трагедия, у нас начальник полковника Лысенко сняли. Помните, того самого полковника Лысенко, который сначала бил ребенка кулаком, и суд признал, что эта мама лицом ребенка била кулак полковника. Потом тот самый полковник Лысенко, который бил ногами стритрейсера за то, что он стритрейсер. А потом полковник Лысенко наступил лично на горло пести товарища Путина, и вот только после этого выяснилось, что он недостоин занимать место и был отправлен в отставку. Спасибо, товарищ Путин. Они, кстати, тогда не поделили правый руль, потому что полковник Лысенко лично подписал приказ ставить на учет так называемый распил конструкторы. Это машины, пришедшие в виде двух половинок, сваренные, и легализацией документов занимался полковник Лысенко. Его подпись стояла под приказом. Именно это и позволяло по сию пору региону Дальнего Востока кататься на правом руле. Не в тех количествах, которые серьезно сказываются на экономике, но тем не менее часть клиентов, вместо того, чтобы купить нормальный себе Рено Сандеро, покупала себе ненормальный, например, Крузак. И этому способствовал полковник Лысенко. Вот только после этого полковника Лысенко выкинули. Поэтому, когда ГАИ Владивостока берется за какие-то дискуссии с Москвой и говорит, что вот тут, например, мост плохой или подъезды к нему неправильные, вполне логично, что она быстро затыкается. Историческая память. Они заметили, что происходит с начальником, который спорит с Москвой. Когда споришь со своим населением, нормально, бей кого хочешь, но когда ты споришь с Москвой, не надо. Таки уже никто никуда не идет. 25 июля власти Москвы на всеобщее обсуждение еще разочек выкинули закон о такси. Помните тогда? Такси для совсем богатых и такси для не совсем богатых. И может быть, кстати, у нас будет в результате того, что мы сделаем такси для очень богатых, будет, наконец, дешево. На прошлой неделе исполнительный директор Транспортного союза Москвы проболтался в прямом эфире простите, но другой радиостанции. Он сказал, а с чего вы решили, что реформа такси должна привести к снижению цены? Об этом вообще речи не было. Ну, спасибо, по крайней мере, откровенно. Через перерыв я начну брать звонки, а сейчас еще просто парочку нюансов. Если помните 1 августа у нас был введен утилизационный сбор, 22 августа мы всей страной вляпались в ВТО, вернее так, нас вляпали в ВТО и компенсировали это утилизационным сбором, который пока производитель платит, но получается, что я купил машину, которую не мне утилизировать, а пятому по счету владельцу, но плачу, сейчас я. Перерыв на новости, потом ваши звонки. Еще целых 14 минут о нашей автомобильной жизни, но теперь уже в совместной дискуссии я начинаю брать звонки. Небольшое замечание по поводу уходящего года у нас 24 ноября стало памятным днем, опять-таки, без объявления войны, на пустом месте. Мы с вами утром проснулись в стране с отмененными доверенностями. 10 лет, на самом деле 12, правозащитники били за то, чтобы объяснить власти, не нужны нам доверенности. Но с того момента, когда нас приговорили к ОСАГИ, и каждый обязан стал возить с собой полис с списком лиц, допущенных к управлению моим любимым транспортным средством, это совсем было бессмысленно. Мы даже не успели сказать мяу, мы даже не успели ударить в ладоши от радости. Нам просто взяли и отменили. И тогда же, 24 ноября, главный рекламный агент БМВ в нашей стране Дмитрий Медведев сказал, опять-таки, сидя на облаке, свесив ножки, он сказал, а надо штрафовать на 500 тысяч. Я так понимаю, он просто прикинул какую-то часть своего дохода, мое клеветническое измышление. Ну, наверное, от зарплаты, ну сколько вот не жалко, ну вот, ну вот, ну вот, наверное, процента 2 не жалко, ну 5 процентов на штраф. С одной стороны, болезненно будет для меня, а с другой стороны, я все пойму, я больше вот так не буду. Давайте тогда 500 тысяч. Все, перехожу к звонкам, у нас на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте, вы наконец дозвонились. Да, Сергей, здравствуйте. У меня сразу к вам вопрос, Дмитрий, простите, пока вы не задали свой. На ваш взгляд, в автомобильном уходящем году, что самое важное произошло? Может быть, лично для вас, может быть, для всех нас? Ну, как-то сложно сказать, очень много новостей различных, смотря на какую... Ну, любую. Вот вас за сердце схватило, вы утром проснулись, как вся страна, и сказали для себя, ну, как же это... А дальше либо хорошо, либо плохо, в зависимости от того, что... Ну, конечно, то, что доверенность отменили, вот, это, конечно, замечательно. Здорово. Факт положительный, вот, да, потому что это, ну, такой рудимент был, да, ясно, что мы не нужны. Ну, нам с вами ясно, а им почему-то нет. Ну, у нас же должны были сразу с утра 25-го угнать все машины, а мы должны были выйти в чисто поле сказать, дяденьки, ну, как же мы без доверенности их найдем? Нет? Ну, хорошо, что это не случилось. Дмитрий, ваш вопрос, давайте. У меня три вопросика, но для начала хотел бы сказать вам, да, огромное спасибо за вашу программу. Спасибо вам. за ваш честный, вот такой вот, значит, вот взгляд на многие проблемы и вещи, да, и за широту, вообще за широту мышления автомобильного, да. Давайте я начну краснеть, а вы все-таки будете задавать вопрос. Дмитрий. Хорошо. Окей, вопрос номер раз. Что вы думаете по поводу Маруси? Вот, Б-2, насколько я слышал, с Кином очень понравилось, да, и они вроде как ее хотели выпускать. То есть, получится ли у Фоменко все-таки запустить российский спорткар? Нет, не будет такой машины никогда, и для Фоменко самое страшное, что может произойти на свете, это реализация проекта, поскольку задача была совершенно в другом. Марусю придумали не для того, чтобы она ездила. И первую Марусю, которую делал Игорь Ермилин, главный конструктор, ее ведь даже не научили ездить, и не случайно, не потому, что Ермилин не умеет делать машины. Несмотря на то, что Ермилин по образованию конструктор колесных дисков, тем не менее, в формулах он кое-что понимает. Задача была совершенно другая. Некий финансист, имеющий большое количество денег, исчерпав предел насыщения, ну вот, ну, когда у человека все есть, Дмитрий, представьте себе, вот у вас все есть, у меня все есть, куда дальше? В политику опасно, в эмиграцию странно было бы. А когда ты заявляешься себя игроком по-взрослому, и в том числе с претензией на формулу-1, ты через какое-то время с принцем монахским сидишь за одним столом, и на тебя смотрит вся пресса мира. Задача была именно в этом. Входной билет назывался Маруся. Маруся не должна ездить, она должна существовать виртуально для того, чтобы поддерживать интерес к конкретному человеку, реально очень толковому и неплохому, которого еще более талантливый, Фоменко развел на деньги. Я подозреваю, что в высшей школе экономики должен быть курс лекций, который бы назывался «Бабло Фоменко» по высоко квалифицированному разводу клиентов. Он молодец. Фоменко – шоумен, умеющий выколачивать такие деньги. Преклоняюсь, я так не умею. Маруся – нет, не было и не будет. Фирма «Валмет», которую нам показывают в качестве производителя, должна будет создать эту машину заново, если найдутся деньги. – Понятно. Тогда второй вопрос вытекает из первого. Верите ли вы в создание действительно российского частного спорткара? – Да нет, нет, конечно. Ну что вы. Мы… Спорткар – это очень серьезно. Вообще-то, конечно, можно любую взять бензопилу «Дружба», прикрутить ее скотчем к спинке от кровати, поставить колеса и сказать, что это спорткар. Но в мире существуют стандарты, в мире, в принципе, спорткары, конечно, делают, но у нас вот эти места по сборке машин, например, завод «Снежинка», на котором делали «Марусю», тоже оказался проклятым, как «АвтоВАЗ». Но не получается у нас. Очень хочется сразу красной икры. Как-то не до автомобиля. В консерватории надо что-то подправить. Не будет. Понятно, спасибо. И тогда третий вопрос и последний. Вот что вы думаете по поводу «Корветта» нового и нового «Вайпера», что бы вы выбрали из них и вообще хороший ли будет «Вайпера-2013»? У «Вайпера», Дмитрий, вы обратили внимание, что у него человек лишний. Эта машина, собранная, как полагается, грандом мирового суперкара строения вокруг двигателя. Берется двигатель, к нему подвеска, трансмиссия, коробка передач, накрывается кузовом, а потом выясняется, что человек не поместился. Вы в «Вайпере» когда-нибудь, ну, хотя бы сидели? Сидел бы, не еду. Ну, вы обратили внимание, что там, в принципе, и педальками-то не особо поворочаешь, и рулик не очень в том месте, и вообще-то с эргономиком, а если, не дай бог, тебе еще кто-нибудь на ушки шапочку оденет, так вообще ничего не видать. И машинка сама по себе потрясающая, но только для американцев. А вот с «Корветом», да, «Корвет» он сделан человеколюбивым, но, опять-таки, под американские законы. То есть ты выходишь напрямик, наступаешь, и на все деньги до следующего светофора. Не дай бог поворот. Потому что в повороте выясняется, что столб прочнее. Дмитрий, спасибо вам. Переходим еще к одной линии. Вячеслав, Вячеслав, вы дозвонились до нас. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Вопрос совершенно утилитарный. Рад этому. От простого российского пенсионера. Да, Вячеслав. Денег 400 тысяч. Нужно купить машину надолго, всерьез. На примете. Степвей, Киарео или что-нибудь еще вы можете предложить. Вячеслав, вы абсолютно правильно попали в точку. Сандера Степвей это замечательная машина. Она неохотно ломается. Она вообще не ржавеет. Даже если вы будете хранить ее в сугробе, она никак своим видом не выдаст это. Это не Жигули, дырок в ней не будет. Она удобная. У нее большой хороший салон. У нее нормальная печка. Она хорошо рулится. И она неубиваема по подвеске. Она, конечно, немножечко проще, чем хотелось бы. То есть не Мерседес. Но я очень признателен французам. Я очень признателен французам за то, что они нас с вами пересаживают на этот замечательный, неубиваемый, классный автомобиль. Вячеслав, спасибо вам. с наступающим. Максим. Так, Максим, попробуем. Максим, здравствуйте. Добрый день. Говорите. У меня комментарий по, собственно говоря, в вашей там реплике относительно парковки в центре. Я все же с вами не согласен. Я считаю, что парковки в центре действительно стоянки должны быть платными, потому что, ну, в принципе, в любом случае на центр, учитывая метро, учитывая количество людей, учитывая, как будто, там, все факторы, нагрузка на, хотя бы там, на землю, на грунт, она выше, чем, например, на периферии. А почему вы так считаете, Максим? Исходя из чего? Я не специалист, естественно. Я так считаю только хотя бы потому, что центр, ну, скажем так, по плотности застройки и по плотности инфраструктуры на квадратный метр, она там выше, чем, например, там в спальном районе, ну, грубо говоря, там влюблено. В спальном, да. А у нас на самом деле сколько вокруг Кремля распихано офисов, куда клерки приезжают на машинах? Да ни одного. Потому что там сидит у нас могучая и непогрешимая власть наша любимая, и туда, в принципе, уже не въедешь. И тем не менее, для того, чтобы они спокойно могли туда-сюда кататься, поубирали всех нас. А в центре нас с вами нет. Вот, тем более, чем ближе к Кремлю. Давайте тогда посмотрим чуть дальше от Кремля, например, от Тверской и по переулкам дальше, в сторону Дмитровки, в сторону... Да, да. Давайте посмотрим там. Дмитровки и так далее. Да, да, Совет Федерации, им тоже тесно, мы им тоже мешаем. Госдума на задворках... Но там действительно тесно. Да. А Госдума? Нет, таки в натуре, честные пацаны собираются перетереть за наше светлое завтра, таким уже некуда машины поставить. Я все-таки согласен с тем, что в центре парковка должна быть платной, хотя бы потому, что просто там место ограничено. И что человек, который образно может там, ну, например, с Марьиной рощей сделать два шага в сторону Цветного бульвара, это действительно два шага, там пройти даже... Максим, понятная позиция. Давайте с другой стороны. У нас с вами стандартный, начиная с 1917 года, метод кнута, без пряника. Вот мы вам сейчас сделаем... Я согласен. Да, давайте по-другому. Почему человек едет в центр на машине? Почему он понимает, что будут проблемы, будут трудности? Государство идет по принципу, мы вам создадим больше трудностей, вы сами откажетесь. А почему у нас все-таки не идет развитие общественного транспорта на таком уровне, когда мы сами принимаем это решение? Не потому, что... Вы знаете, я прошу прощения, что вас перебиваю, у вашего коллеги по передаче, ну, там, у господина Голованова был гость пару раз, по-моему, депутат КАТ. Да, был такой депутат. Очень резвый юноша. Да, вот меня его изречения в этом плане поражают. То есть он где-то там, значит, выучился на каких-то книжках и рассказывал долго и упорно о том, что вот, значит, если там трамваи, троллейбусы, то есть мы их не развивали, ну, не то, что никогда, там, за современную российскую историю. А тут сейчас вот бах, мы из того, что у нас есть, сделаем хороший общественный транспорт, и все резко пересядут, автомобилисты нас дальше давить в уши. Я, честно говоря, не думаю, что это правильнее. Но, тем не менее, погодите, получается, что вы, тем не менее, стоите сразу на двух позициях. И на моей против КАЦа, и на своей против автомобилистов. Но... Нет, я не стою против автомобилистов. Я в день в центр приезжаю в среднем разу два. И мне не, как это, современным языком выражается, не стрёмно заплатить за парковку. Хорошо. Где-нибудь на... Замечательно. Но, тем не менее, вы могли бы поехать туда и на общественном транспорте, но почему-то общественный транспорт вас не устраивает. А может быть... Меня общественный транспорт не устраивает, хотя бы потому, что я тут недавно задался целью немножко поспать и поехать к своим студентам попозже и решил поехать на метро. Я обалдел, мягко говоря, от количества народа. Если мы декларируем, что ребят пересаживайтесь с автомобилей на общественный транспорт, при том уровне развития общественного транспорта, то просто он и физически, и... Максим, согласен с вами, все понятно. Скажите, Максим, а если, например, правительство Москвы и все органы управления выселить туда, куда полагается, в Эмикон или в Анадырь или хотя бы в Омск, как вы думаете, полегчает в центре? Может быть, с этого начнем? Кстати, деньги те же самые. Я думаю, что если их выселить в Большую Москву, то в центре полегчает. Не надо. Не резиновым не надо. Какими затратами это будет сделано? То есть, можно это все... Ну, реальные затраты на их переселение в тот же Томск или куда вы там сказали? Омск. Умножить сразу там на 10. И зачем нам надо? А почему? Ну, пару мистралей не купим и ничего страшного. У нас в стране деньги есть. Другое дело, что не на бабушку, а на Олимпиаду. Все, простите меня, пожалуйста, с наступающим вас Новым Годом. Спасибо вам. У нас Мария, я попробую пообщаться с Марией. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Очень рада вас слышать снова на радио. Спасибо вам. Вопрос банальный. Собираемся с мужем купить третий фокус, двухлитровый. Что скажете? Правильно. У нас сейчас старенькие пассаты, все время его учили, уже замучились. Правильно. Купите себе Ford Focus 2. Обратите внимание, что в хорошей комплектации у него шумоизоляция есть, в плохой комплектации у него шумоизоляции нет. Во всем остальном замечательный автомобиль. Спасибо вам с наступающим Новым Годом. Еще один звонок, уходящий звонок этого года. Попробуем, может быть, нам повезет. Алло, алло, Антон. Алло, добрый день, Сергей. Здрасте. Последние секунды. Просто, наверное, уже с Новым Годом. Сергей, еще машину. Спасибо. Сергей, еще машину. До 2 миллионов рублей. Замечательно. Спасибо.